С разрывом в 30 очков завершилась встреча баскетболистов из Сарова и Павлова. Во второй половине игры гости только догоняли и пытались хотя бы сравнять счет. Но саровчан было не остановить. Счет был достаточно приемлемый для того, чтобы уходить в концовку и цепляться за результат. Ну а в четвертой четверть, откровенно говоря, мы просто развалились. Поэтому счет на табло такой, для неприличия. Не хватило игроков. Есть травмированные игроки. Есть один дискультивный игрок. В принципе, ключевые игроки. Даже малым составом гости показали хозяевам, что игра будет интересной и сложной. В начале матча обе команды шли наравне. На каждый заброшенный в корзину мяч соперники отвечали контратаками и точными попаданиями. На счету только одного снайпера из торпеда 20 из 68 забитых очков. Команда очень колючая, кусачая, быстрая, бегущая, которая здорово прессингует. И тренер у них прекрасный. Мы знали, что они будут бежать, будут нас прессинговать. Мы к этому готовились. У них также есть снайпер великолепный. Это Дима Почурин. Он играл за нас на суперфинале в Севастополе. Второе дыхание у саровчан открылось только к четвертой четверти. Они поймали домашний кураж и начали забрасывать трехочковые. Только в заключительной четверти игры баскетболисты заработали 37 очков. После проигрыша «Атома» торпеда спустился в турнирные таблицы чемпионата на одну строчку вниз. У нас осталось две игры. Я думаю, что выше мы уже не поднимемся. Можем быть третьим или четвертым. Я надеюсь, что мы будем третьим. Ну а там дальше уже будет плей-офф. Будем бороться. В финал восьми будут играть четыре команды, занимающие верхние строчки турнирной таблицы. Победитель турнира получит звание чемпиона Нижегородской области, а также место в финале Приворского федерального округа чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Но впереди еще несколько матчей и предсказать исход чемпионата сложно. Очень интересный чемпионат в этом году. Три команды даже идут вверху у таблицы с двумя поражениями. И сейчас ситуация таким образом складывается. Если мы все домашние игры выиграем и последнюю игру в кистолу, то мы будем первые в регулярном чемпионате, что даст нам преимущество играть дома уже в раунде плей-офф. Четвертьфинал и полуфинал. Благодаря домашним матчам «Атом» теперь занимает верхнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч соровчане сыграют 20 марта с баскетболистами из Розамаса. Команда «Газэлектроника» находится на втором месте. Для соровчан это будет возможностью взять реванш, так как выездной матч они проиграли.